Попробую записать видео с одного дубля. Значит, вы не знаете, как правильно поступить, чтобы найти хорошего эксперта, который вам сделает нормальную судебную экспертизу и не напортачит. То, что я сейчас расскажу, это актуально не только для этого вопроса. В принципе, можно... Вот если у вас будет какой-то судебный вопрос, вам нужен юрист, нужен адвокат. Без разницы, кого вы там захотите себе нанять. Эта инструкция поможет в том числе и в этом вопросе. Как правильно его найти, как правильно его отыскать, как понять, что он не идиот. Значит, то же самое. Бухгалтер вам нужен какой-то там, переводчик, нотариус, риэлтор, я не знаю, оценщик. Да кто угодно. Без разницы. Работает абсолютно на всех. Главное, вам критически подойти, чтобы оценить, ну, действительно, он нормальный или он с особенностями. Поэтому, значит, сейчас мы начнем. Расскажу инструкция краткая. Скажу вкратце, что если вам нужна профессиональная юридическая помощь судебного профиля, чтобы в суде вам не облажаться и нормально все было, вы можете обратиться в том числе и ко мне. Если вы находитесь на территории города Брянска, Брянской области, Москвы и Московской области, что касается районных областных судов, милости просим. Что касается арбитражных судов, милости просим, в принципе, по всей России. Тут как бы ограничений нет. Единственное, скажу сразу, что звонить можно только тем клиентам, которые готовы реально бороться, а не как в поликлинике из разряда, а вы знаете, мне просто спросить. Даже не тратьте во втором случае время, ничего хорошего у нас с вами не получится. Я работаю только с теми клиентами, которые ради своей проблемы готовы идти напролом, лбом прошибать стены. С другими, ни с какими, не работаем и не сработаемся, и ничего не получится. Поэтому только так. Значит, теперь конкретно инструкция. Инструкция следующая. Вот нужен вам эксперт. Покажу на примере землеустроительной экспертизы. Инструкция, как говорится, авторская. Сам так делаю. Нужен вам эксперт. Забиваете в Яндексе. Подчеркиваю, не в Гугле. В Яндексе. Судебная землеустроительная экспертиза. Брянск. Показываю на примере Брянская. Вам выдает сразу в первой ссылке штук 20, может чуть меньше, может чуть больше экспертиз. По Москве, может это будет 50 или 100, я не знаю. Ну, понятно, больше, чем где-то в провинции. Дальше вы всем этим компаниям на почту отправляете свое ходатайство о назначении экспертизы. Либо просто вопросы. Да? Можете взять вопросы вашего процессуального оппонента. Проблемы нет никакой. Взяли, отправили. В своем письме электронном написали, что прошу дать ответ до конца рабочего дня. Или край там до вечера завтрашнего дня. Все. Ждете. До того срока, который вы сами им обозначили. На практике окажется так, что вам ответили примерно 50% из тех компаний, в которые вы обратились. Хорошо. Там будет несколько отказных писем. Остальные все будут положительные. Там будет указана цена и сроки. И все. И то, какие они хорошие, правильные и красивые. И что они все готовы сделать по-быстрому. Значит, там, где цена работы больше 100 тысяч рублей, вам сами позвонят и спросят. Не хотите ли вы им оплатить все сразу? И они сразу возьмутся за ваше дело. Естественно, платить ничего пока не надо. А потом вы, вот как увидели все эти положительные письма, прозваниваете. Сразу разговариваете по телефону с, ну, либо с секретарем, либо там, может, сразу вас на директоры приведут. И договаривайтесь о встрече, о личной, физической, ножками туда сходить, со всеми документами, под мышкой, либо в телефоне. В электронном виде приходите и расспрашиваете его до посинения прямо. Как он видит производство этой экспертизы? Что он будет делать? Рассказываете ему обо всех подводных камнях, обо всех гнилых местах. Что вас беспокоит? Где какие-то нюансы есть? Где какая вот проблема? И только после того, когда его ответ на все ваши вопросы вас удовлетворит, да? Можете, вот если вы так к первому попали, можете вот его и брать. А если вы человек такой практичный, то вы съездите ко всем. Независимо от того, что вас устроил ответ кандидата номер один. Вы съездите ко всем, и потом, если, как говорится, вы укрепитесь в своем решении, то вы выберете этого номер один. Если нет, значит выберите другого. Если ничего не помогло. Вот если ко всем вы приехали, все, по вашему мнению, дураки, никто ни на что не годен, никто ни на что не способен, можно запросить экспертизу из другого города. Другой город это только один город, город Москва. Например, вы находитесь где-нибудь в Ханты-Мансийске, а в Ханты-Мансийске вам все эксперты, ну, не понравились. Ну, бывает так. Ну, с вероятностью 99% в Москве кто-нибудь вам да понравится и возьмется за вашу проблему. Бывает так, что экспертиза в Москве стоит те же самые деньги, может, чуть-чуть дороже. Иногда сильно дороже, но это не всегда так. За те же самые деньги из Москвы эксперта выписать легко. Только так. Поэтому вот такая инструкция. То есть, касается она абсолютно любой специальности, ну, вот из нашей области, из нашей такой юридической, нотариальной, оценочной, риелторской области. Пожалуйста, выбирайте, кого нравится. По такой же схеме. Позвонили, спросили, отправили обязательно документы, услышали какой-то комментарий, ну и все. И выбирайте того, кого нравится. Главное здесь то, что надо прямо вот укрепиться в своем решении, вот конкретно с этим. И почему так делать лучше? Почему так делать лучше? Поскольку если вы, если вы, например, вы же, ну, не дурачок, правильно? Вы вроде как взрослый, адекватный человек. Вы должны понимать. Вот, например, вам какой-то ваш друг, знакомый, я не знаю, там, говорит, а вот у меня, говорит, у меня есть очень хороший, очень хороший специалист. В этой теме, вот прям мне он прям помог, вот сто процентов и с тобой будет так же. Вообще не факт. Вообще ни разу, как бы. То есть, вы должны выбрать специалиста под себя, понимаете? Под ваш, как говорится, в том числе психотип. Это не просто так. Мы не все друг к другу подходим и не все со всеми могут работать даже на каком-то вот таком психологическом уровне. Поэтому, если вашим родственникам там или друзьям помогли, не факт, что помогут вам. Поэтому все эти вопросы по знакомству, вот мне вас рекомендовали, да, тема, как говорится, такая, можно попробовать. Но я бы рекомендовал все равно. Да, вам дали контакт человека, вы с ним поговорили, но не надо, как говорится, класть все в одну корзину. Вы посмотрите, забейте в Яндексе. Ну, не любите Яндекс, забейте в Гугле, ребят. Все просто. Выберите, посмотрите еще кого-то. Подумайте, а что, блин, вот как мне все эти риски минимизировать, диверсифицировать? Как все это дело сделать так, чтобы потом не было мучительно больно? Иначе потом будете локти кусать, но будет поздно. Проигранный суд в первой инстанции, это, считай, все крест. Вероятность отмены решения суда в первой инстанции ниже 10%. Независимо от того, арбитраж это или суд общей юрисдикции. В районке вы проиграли, ну, 90% что решение в апелляции будет таким же. Это статистика, это опыт. Поэтому не надо думать, что все легко и просто. Все нифига не легко. Все очень тяжело. Даже в каком-то незначительном, казалось бы, вопросе, мелочке какая-то. Такие проблемы. Поэтому думайте, взвешивайте и действуйте правильно. Иначе будете ложать, ложать и еще раз ложать.